Они начинались с Леонида Даниловича, когда не было определенного курса и туда, и сюда, и это сделаем, и это. Я помню, как Борис Николаевич, мы референдум по конституции провели, встречались у него в спортивном клубе, по 100 грамм выпили, строем сидим, стоим возле барной стойки. Леонид Данилович что-то начал говорить про Украину, а Ельцин говорит, слушай, ну помоги ты ему сделать нормальную конституцию и референдум провести. Я говорю, ну если всерьез, я готов подключиться. И мы разработали вместе с вашими специалистами, с Кушмой тогда, проект конституции. Он более, так скажем, демократичный был, нежели у нас и в России, но примерно что-то похожее. Вот этого раздрая, как сейчас в Украине или тогда, не было бы. Эта конституция была подготовлена, социологические опросы свидетельствовали о том, мы это не скрывали, что я был в это вовлечен, свидетельствовали о том, что украинцы бы за это проголосовали. Но время шло, ни черта не делали, фактически конституция готова, фактически принята народно. Он в очередной встрече, я Ельцину говорю, ну что, Борис, не хочет ли они ничего там делать по этой конституции? А почему? А говорит, Рада не утвердит эту конституцию. А я ему говорю, ну слушай, ты же еще не вносил в Раду. Ты не вносил в Раду. Ну и потом, а какая Рада пойдет против народа? Это же референдум, ты провел бы ее на референдум и принял, и в Раду бы положил. То есть и такой был вариант. Вот оттуда все началось. Кушма, потом Ющенко, потом кто там у вас был, Янукович, все это накапливалось. И на неопытного, абсолютно не политика, человека, ну суждого этой политики, на Володе Зеленского, там все свалилось. Но ты даже в кино открыто, слуга народа или как там, обещал. Ты видел эти проблемы, олигархи, варьё там, жулики и ситуацию вокруг Украины. Красивейшие, богатейшие страны. Ты это все видел? Ты взвалил на свои плечи, тащи. Не по сеньке, шапка. Ой, хорошо вы сказали. Так что тут не только Зеленского надо винить. Да, он виноват, что он не справился в этой ситуации. А кому было легче? Что Путину было легче, когда он стал президентом? Или белорусам было легче? У нас вообще ничего не было. Ни денег, ничего, нас кинули, мы зайчики рисовали, помните? Совсем молодая была. Я помню. А ответственность России есть в этом? А как же? Конечно, Россия ответственна за все. Из-за расвал Советского Союза, когда там дражка происходила на личностном уровне в том числе. Сейчас рассказывают, ну, Советский Союз бы развалился все равно. И хорошо, что вот так распался, крови было немного. А сколько у нас сейчас кровища? По всему периметру прошлись эти войны, еще неизвестно, чем это закончится. Поэтому Россия была основным государством, которое склеивало, держало, отвечало правоприемницам Советского Союза. Конечно, и Россия виновата. Все мы виноваты. И Россия, и Беларусь, и Украина, и так далее, и тому подобное. У Порошенко был шанс все повернуть. У Зеленского в том числе. Ты новый человек, ты ни при чем что-то случилось. Ну, давай сядь, подумай, как лучше для своего государства, для своего народа. Ну, что ты сейчас вот эту войну ведешь? Вот я вам специально нарисовал эту карту. Вот сейчас Россия перемелет вас там, живую силу и силу и технику. Уже тех мотивированных, идеологически настроенных, нациков, каких называли, нацменов, крепких этих людей, идеологически, их нет, они все погибли уже. Кто здесь воюет уже? Тех, на кого вы на улицах поймаете и сюда привезете? Они не подготовлены. Ну, и немного военных. Они не справятся с этой машиной. Россия перестроилась. Россия сегодня на фронте новейшее оружие. Уже беспилотников хватает. Уже, ну, совсем другая армия. И самое опасное. Они, опять я не знаю, говорить вам или нет. Говорить. Они имеют 250 тысяч добровольческих корпусов. Россия имеет 250 тысяч. Которые еще не находятся. Добровольческие, которые сейчас подготовлены и в резерве. Вы понимаете, что такое 250 тысяч? На фронте сейчас у россиян меньше. Вот они сидят в обороне. Это не потому, что они не могут наступать. Не нужно. А вы идете. Понимаете, как обколотые и выпившие. Вы идете на перевес, как в кино немцев показывают. Вы идете на эти баррикады. Но вы не доходите даже... Это мы видим. И это так. Вы не доходите даже до минных полей. Вас просто уничтожают тысячами. У вас 45 тысяч за время контрнаступа. За это время у вас 45 тысяч человек погибло и коллегами ушли оттуда. 45 тысяч. Вот они обороняются. Потери у вас 1 к 8. 1 к 8 потери на фронте. И 250 тысяч резервов, вооруженные современнейшей техникой, вот они вас тут перемелят, а потом сделают то, чего вы больше всего боитесь руководства. Они вас отрежут вот на Молдову, на Приднестровье. Они вас отрежут. Что вы будете потом делать? А вот здесь, вот здесь поляки руки потирают, подталкивая американцами. Они у вас отрежут Запад. У вас останется вот этот клочок, если останется. Вот что с вами будет. И государство, как Украины, нашего с вами государства не будет. Родной земли нашей, вашей и моей. Это предрешенная уже история, вот то, что вы сейчас... Если вы сейчас не остановитесь, это будет. Если сейчас вы не сядете за стол переговору, Россия предлагает это. Вы не хотите. Ну, не хотите, не надо. Мощи России хватит. И никакой Запад вам в этом отношении не поможет. Надо взять голову в руки и действовать еще, исходя из реалий, но действовать в интересах вот этой огромной красивой территории. Александр Григорьевич, еще раз, вот чтобы зафиксировать. Вы сказали, 250 тысяч, которые, я так понимаю, да, в частности, это те, кто может пойти на Одессу. То есть Одесса... Почему только на Одессу? Не только Одесса. Во-первых, они вас прессуют очень серьезно на Харковском направлении. Одесса, Харьков. Вот они вас здесь прессуют. И здесь россияне наиболее успешно продвигаются. Они уже контратакуют вас. Вот мне вчера докладывали наши. Мы же видим, что здесь происходит. Мы видим весь фронт. Не глазами россиян. Мы видим. Основная борьба, война идет на Бахмут, возле Бахмута. Это тяжелые идут бои. Здесь уже почти нет. Стабилизировался фронт северный. А вот здесь, под Харьковом, они вас стеснят. А если они с Харьковского направления ударят на Киеву, что вы будете делать? Здесь же нет таких препятствий. Поэтому они и здесь нейтрализуют столицу вашу. Но самое опасное, когда они ударят Запорожье и Херсона вот сюда. А о каких временных рамках здесь может идти речь? Когда это может произойти? Ну, это я не знаю. Это будет зависеть от того, насколько вы будете способны здесь воевать. А здесь у вас уже немного осталось. 45 тысяч. Ну, это же такие примерные оценки. А сколько сожгли техники? Запад уже начинает понимать, что ничего не будет. Даже с помощью Запада Украина не сможет выдержать. Вот про переговоры вы сказали. Если не начнутся переговоры, на ваш взгляд, какая из сторон сейчас может на них пойти? Зачем это Зеленскому? Зачем это Западу? Зачем это России? Вот, знаете, Западу не надо уже сегодня так говорить. Западу. Американцам это не нужно. И чем дальше будет идти война, тем лучше. Это дорого. Война это дорого. И они этим самым хотят ослабить Россию. Не просто ослабить, а на колени ее поставить. Им надо это. Но мы украинцы. Зеленский там, ну, будем считать. А нам это надо? Ведь лучшие люди погибают там. Украина теряет практически все. Украине это не надо. Украине нет. Зеленскому? Да, вы правильно подчеркиваете. Украина это не Зеленский. Зеленский это не Украина. Зеленскому, ну, слушайте, он герой. Он маечки разъезжает по всему миру с трезубцем и демонстрирует свой героизм. А они умеют подхваливать на Западе. Помните, как Горбачева? Горби, горби, горби. И Советский Союз развалился. Точно так же вот происходит и с ним. Ах, Зеленский, ах, герой и прочее. Ты герой какого романа? Чьего ты, романа, герой? Ты герой их романа, но не украинского народа. И если народ одурманенный их пропагандой, как они говорят, ничего не вижу плохого в пропаганде, но их пропагандой, украинский народ одурманен сегодня, там же иных точек зрения нет. Свидетельством тому, как меня информировали, являетесь и вы. Почему вы не в Украине? Почему вы не можете работать как журналист в Украине? Потому что у меня персональные санкции, уголовное дело, я в розыске. Правильно, потому что если вы появились в Украине, в лучшем случае вас посадят. В лучшем. В демократическую Украине. А в лучшем случае есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблемы. Поэтому в худшем случае вы просто исчезнете. Вот что превратили в Украину. Там сегодня одурманены люди. Но это же так не будет продолжаться. Я тоже наблюдаю за общественным мнением в Украине. И не с позиции ваших социологических опросов, а с позиции мнения людей. Очень многие люди начинают реально давать оценку Зеленскому. Поэтому он и мечется. Назначать выборы, когда они у вас через год-два будут. Или, пользуясь военным положением, отсрочить их. То есть очень неоднозначно и далеко не факт, что Зеленский выиграет эти выборы, хотя вы ему там клепите 90% рейтинга. Чепуха полная. Скажу вам, если выборы пройдут в ближайшее время, кто-то из военных. Буданов там или еще кто-то станет президентом. Кто-то из военных. Но не он. Поэтому одурманены люди. Но все больше понимают, что Зеленский должен, скажем мягко, найти выход из этой ситуации. Чтобы не гибли ребята здесь. Матери какая разница, как это будет, чтобы сохранить жизнь своего ребенка. Неважно каким способом и методом, но надо сохранить жизнь не только свою, но ребенка сберечь своего. Какой патриотизм, о какой родине и прочее можно говорить, когда на кону жизнь твоего ребенка. Поэтому начинает народ трезветь в Украине. И все больше требуют. И те, кто сбежал миллионы человек. Мы хотим домой вернуться. Почему идет война? Ваши олигархи, это я уж точно знаю, им уже надоело. Это все. Они хотят миллиарды свои сохранить и зарабатывать здесь деньги. А война не дает. Инвестиции. Какие инвестиции, если идет война? И вот ястребом на Западе, читай, в Соединенные Штаты Америки, нужно, чтобы этого и нашла. А что там, славянские народы дерутся друг с другом. Ну и пусть убивают друг друга. Им это выгодно. Таким образом, ослабив Россию, подберемся с этой стороны Китаю. Вот так они рассуждают. Зеленский в эту игру играет. Но это закончится тем, что государство Украина, светущее, красивейшее, богатейшее, своим природным ресурсам перестанет существовать. Вот вы во время общения в СМИ в июле этого года сказали, что переговоры могут начаться ближе к осени. Параллельно Байден уже попросил Конгресс о выделении 22 миллиардов помощи для Украины. Я пересмотрела очень много ваших интервью и обратила внимание, какое количество ваших прогнозов сбывались. Вы действительно верите, что эти переговоры возможны? Или я могу по-другому сформулировать, что Зеленскому дадут пойти на переговоры? Куда? Дадут пойти на переговоры. Что это позволит? Потому что у меня, честно говоря, мало надежд на то, что он сегодня самостоятельно принимает решение. Вы знаете, исходя из всех моих контактов в последнее время, в течение этого года, они были разными. Должен вам сказать, что... Почему я говорю, что Запад это не Запад. Не надо говорить, что вот Запад хочет. Да, они пока пляшут под дудку американцев, но Запад... Европа, я имею в виду, Западная Европа, немцы, французы, другие, кроме англичан, конечно, те жестко под Америкой, им не надо уже эта война. А их большие люди говорят, что война не в Америке, а война, говорит, в нашем доме. Но войну надо заканчивать. Европейцы абсолютно на это настроены. Но пока выполняют команды, там, 15 леопардов, но неохотно же технику отдают военную. Вы видите, и французы, и американцы, и голландцы там неохотно отдают. Поэтому Запад уже нельзя назвать единым коллективным цементом. Они сигналы эти до вашего президента доводят, Зеленского. Зеленский уперся. И в этом, почему он уперся? Потому что сзади главный патрон. Это Соединенные Штаты Америки. То есть Европа уже потихоньку начинает дрейфовать. Общественное мнение в Европе, в ведущих странах, очень плохое по отношению к этой войне. Уже все больше и больше людей высказывается против, потому что на своих кошельках в том числе чувствуют вред этой войны. Американцы, нет, они на этом наживаются. И они Зеленского в этом плане поддерживают. Поэтому нет единства европейцев и Зеленского в плане продолжения войны. А если американцы захотят и Володе Зеленскому маякнут, как у вас принятого молодежи говорит, Зеленский пойдет на эти переговоры. А как иначе? Не будет поставок оружия через Жешу и другие пункты пропуска Украины. Значит войны не будет. А зачем американцам хотеть маяковать Зеленскому? Потому что они поймут, что Украина не победит, она проиграет. А если Украина проиграет окончательно, вот как я вам говорил, здесь и здесь удастся россиянам продвинуться, ну тогда проиграет весь Запад. Поэтому им надо в нужный момент дать сигнал. Садитесь за стол переговоров. А переговоры, это на каких условиях? Заморозка по линии фронта? Нет, переговоры, Дина, переговоры должны начаться без предварительных условий. Это классика в любой дипломатии, я так считаю. Надо сесть за стол переговоров и обсуждать все. И Крым, и Ферсон, Запорожье, Донецк и Луганск. Все там надо обсуждать. Ну за столом переговоров садимся, вырабатываем повестку дня. Как обычно это будет перечень вопросов. Можно вернуться к тем вопросам, которые тогда были выработаны. Притом Россия готова была обсуждать все вопросы. Я даже говорил, вот Крым, там возбудили все в России. Ой, спасибо Лукашенко, что сказал, что и Крым обсуждали. Все обсуждали. Конечно, Россия никогда в жизни не пойдет на то, чтобы, ну как вы говорите, вернуть Крым. Этого не будет. Я пока сомневаюсь, что здесь можно на Востоке, о чем-то надо говорить. Но Россия готова на любую тему разговаривать. Я вам точно говорю, готова на любую тему разговаривать и обсуждать любую тему. Но вы, подталкивая американцами, этого пока не хотите. Не понимаете, что ценнее человеческой жизни ничего нет. А у вас в сутки при активных боевых действиях полторы тысячи человек гибнет. Путин говорил вам, при каких обстоятельствах он будет считать, что цель СВО выполнена для России? Вы знаете, мы вот в таком духе с ним не обсуждали тему, но смею высказать свою позицию. Цель СВО на сегодняшний день уже выполнена. Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России после окончания этой войны, как это было до войны. Украина будет другая. Она будет... Во-первых, у власти будут люди более осторожные, умные, хитрые, если хотите, толковые люди, которые будут понимать, что соседи от Бога, с ними надо выстраивать отношения. Я уверен. И под дудку плясать американцам, что будущая Украина не будет. Я так понимаю. Абсолютно убежден, что так думает и Путин. Я думаю, что он так понимает этот процесс. Есть другая точка зрения. То есть, Дина, это большой урок не только для Украины, вот то, что происходит, но и для России в том числе, и для нас, для всего мира. Это большой урок. И уроки мы из этого извлекаем. И Россия в том числе. И в частности, в России можно услышать другую точку зрения, мол, стало хуже. На Донбассе гибнет еще больше людей. Я могу подтвердить это, я там была не единожды. Украина получает все большее оружие, скоро будут истребители. Все больше ненависти украинцев по отношению к русским. Нужно ли было тогда это все? Вы знаете, как-то у нас в народе говорят, задним умом все как-то там умны и так далее. Все это виделось, скорее всего, высказываю свою точку зрения, все это виделось не так. Сегодня мы поумнели, извлекая уроки на сегодняшний день из этих событий. Да, все, о чем вы сказали, это имеет место. Мы обозлили народы. Более того, нам кажется, непримиримая позиция украинцев, россиян, да и белорусы тут вовлечены в это. Но я всегда привожу пример. А вы помните, что творили фашисты на территории? И те же бандеровцы, хатыни и так далее. Но зарубцевались раны. Советский Союз имел хорошее отношение с Германией. Распад Советского Союза и Украина, и Беларусь, которую практически исполосовали, стерли с лица земли, выстроил отношение с Германией. Почему мы не выстроим? Выстроим. Выстроим, но к этому надо идти. Если мы будем об этом говорить, но идти к этому не будем, вряд ли мы что-то сделаем. К этому нужно идти. И первый шаг – сесть за стол переговору. Ну, первый день будем смотреть друг на друга, как звери. А потом все-таки начнем разговаривать. Так же было в Гомеле, в Беловежской пушке, в Стамбуле. Так было. Начиналось так, что искрыло. Да еще как. Огонь полыхал. А потом начали обсуждать конкретные вопросы. Но американцы сказали, Володе Зеленскому, стоп, воюем. Только надо найти обоснование продолжению войны. Нашли. Ну как? Территория украинская. Освобождайте территорию и так далее и тому подобное. Вы захватили территорию, уходите. Тогда будем с ним переговоры. А это возможно? Это возможно сегодня? Нет. Поэтому надо другие подходы искать. И классический подход – садимся за стол переговоров. В том числе сильные мира сегодня. Не так, как в Саудовской Аравии. Собрались. И России там нет. Это что за переговоры и за разговоры? О чем вы договариваться решили? За спиной у главного действующего лица. То есть те, кто вовлечен, те, кто чувствуют, что они там должны быть за столом переговоров, они должны быть. Секретарь СНБУ Украины Данила в своем фейсбуке написал, что не исключает у вашего участия в переговорах, и что переговоры уже готовятся. Это такое завуалированное приглашение вам для участия в этих переговорах, если они состоятся? Ну, Дин, это не ко мне вопрос. Надо Данила вас спросить. Вы не знаете об этом ничего. Нет, я слышал это заявление, но то, что там белорусы, мы граничиваем с Украиной. Мы фактически со-агрессоры, как принято у вас говорить, и на Западе. Но, естественно, там есть наши интересы, и наша позиция должна быть слышна. Поэтому я не исключаю, что Беларусь, на каком уровне это не обсуждается сегодня, обязана, должна быть вовлечена в переговорный процесс. Кроме положительного, вы ничего не получите от этого, только положительное, то, что там будет представлена Беларусь. Поэтому вполне возможно. Что касается, идут переговоры, не идут, конечно идут. Конечно идут. Мы встречались с вашими представителями ваших властей, наверное, раз пять. Когда в последний раз? В последний раз, несколько месяцев назад, после того, как над имени ГУР шли эти переговоры, темы вовлеченность в перспективе Беларуси, Беларусь в войне будет, Беларусь воевать не будет, на стороне России с севера. Ну и много других вопросов. В последнее время волнует вас вопрос ядерного оружия и Вагнер. Поговорим об этом обязательно. Ваши вопросы эти накапливались. Но мы имели эти контакты. Мы разговаривали. Мы не против. И сейчас есть предложение продолжить этот диалог. Давайте встретимся в Стамбуле и в Эмиратах. Я говорю, ребята, вы что, с ума сошли? Мы же граничим с вами две с половиной тысячи километров. Давайте в любом месте. И один раз мы встречались во Львове. Да, мы приедем. Пересекли вашу заминированную границу, которую вы без ума заминировали, и карт даже нет. Там сколько людей погибнет потом после войны. Мы пересекли ее, приехали во Львов. Пожалуйста, приезжайте в Брест, куда хотите. В Гомель, Мозор, в любое место, в Минск. И мы будем разговор с вами организовывать. Что вы нам предлагаете куда-то ехать в Турцию или в Эмираты? Хорошие страны, мы не против. Но мы здесь можем вести переговоры. Дальше Зеленский заметил какую-то угрозу к тем, кто организовывал эти переговоры. Ну, конкуренция так называемая политическая. Ну, запретил им вести этот диалог? Ладно. Знаем, что по линии специальных органов, спецслужб, в том числе и военных, с россиянами ведутся эти переговоры в Украине. И доводятся позиции России в Украине, в Украине, в России. У них контакты с нами контакты, с ними контакты с Россией. У украинцев есть. Есть основа для этих переговоров. Давайте будем разговаривать. Но политики ваши доиграются до того, что их не Путин, не Россия. Военные Украины свергнут эту политическую элиту во главе с Зеленским. Вот посмотрите. Потому что военные видят бесперспективность того, что там происходит. Есть ли такие обстоятельства, при которых Беларусь может полноценно войти в эту войну? В войну, если вы не переступите нашу границу, украинцы, мы никогда не будем в этой войне участвовать. В горячей этой войне. Но помогать России мы будем всегда. Это наши союзники. Вы знаете, что и боевое слаживание, и подготовку, и боеприпасы, и оружие там и прочее. Вам 55 стран помогают. А Россия помогает вот так вот открыто только Беларусь. В Украине часто можно услышать, что Путин склоняет вас к тому, чтобы вовлечь Беларусь в войну. Глупость полная. Знаете почему? Почему? Потому что ничего не даст. Дополнительно 70 тысяч войск ничего не дадут. Ничего. В крайнем случае, если бы надо было реализовать тезис, они опять здесь могли бы ввести свои войска. У них хватает живой силы и техники. Поэтому вовлекать Беларусь, но это дополнительно ничего не даст. Что это даст? Вот вы мне скажете, что это даст, если мы начнем воевать против Украины? Ничего. 23 июля этого года вы заявили, что передача украинских земель Польши неприемлемо, цитирую. Сейчас много разговоров идет о вступлении Украины в НАТО по частям, чтобы таким образом оторвать Западную Украину. Западная Украина отойдет Польше? Думаю, что нет. Думаю, что сами украинцы не позволят. Даже если... Продолжение следует...